Верка Возина зовут меня, я участница проекта. Россия с нами не пропадет! Вот так. Вера, а теперь расскажи, как ты вообще попала в любительский футбол? Вот твоя первая команда, Lady First, вот с чего все началось? Ты танцевала в каком-то танцевальном коллективе, как это было, объявление? Тебя нашла подружка, тебя нашла капитан команды. Вот первые шаги в твоем любительском спорте, после чего ты попала в кинопроект. Расскажи. Уф, ну в кинопроект, получается, это чуть позже было. Была изначально любительская, соответственно, лига, пантеон. Команда первая – это Lady First. Объявление ВКонтакте, так же, как многие участницы нашей лиги, попали и узнали о том, что вообще существуют женские команды в Москве, там, а вы вот еще больше узнаете. И оказывается, и в Туле, и еще много где существует уже, и в принципе нужно продвигать. Продвигать, вот, ну действительно, потому что после родов. И сложно восстановиться, и вообще это прям вот в тему. И заниматься и так же спортом, и во имя добра и мира. Потому что мы еще помимо нашего футбола, мы же ведь еще кто? Миссионеры. Мы приезжаем в детские дома, мы устраиваем праздники, мы дарим подарки. Вот, то есть с приобретением лиги в 2015 году, просматривая ленту, я увидела рекламу. Там набирали как раз вот футболисток и говорили о любом уровне как бы. То есть в той лиге набирались с разным уровнем подготовки к футболу, даже с нуля. Да, прикиньте, вот просто, если бы я была бы Zero, и я увидела бы это объявление, меня бы все равно взяли бы, потому что у нас присутствовали бесплатные для нас тренера. Каким образом поощрялись они? Это уже внутри лиги поначалу непосредственно все, вот, и президент лиги Дмитрий Анатольевич Аширов помогал, да, он им оплачивал и какие-то поощрения делал. Вот, ну, а далее уже наши партнеры, когда мы ими обзавелись, уже они оплачивали, потому что, ну, извините, 40-летние тренера там из Спартака, там, бывшие игроки, они не заинтересованы два часа в своей жизни, да, там, а то и сколько они, получается, шесть часов в неделю проводить в своей жизни ради вот девочек, просто так, вот. Но все равно это был их труд воплощен, вот, в жизни и, соответственно, оплачен сполна. Увидела ВКонтакте, написала, дорогой Анастасии Лесиной, пришла, показала, на что я способна, занимаясь футболом я с детства шести лет, получается, с мальчиками бегаю футбол, вот, там, снег, не снег, все что угодно, и я абсолютно, вот, действительно, бегала с самого-самого начала. У меня мой отец привил ко мне футбол, потому что он очень сильно болел и ставки ставил на Спартак. Еще с тех пор, когда Тихонов бегал по полю Титов и Филимонов стоял на воротах, вот, тогда я прибегала домой и слышала от него восторженный крик, и меня он конкретно заразил вот этим азартом к футболу. Сам он не особо, как бы, любил и владел, но я захотела этим заниматься. С детства вот шести лет занималась, после, вот, непосредственно с женщинами играть стала с 2015 года. А вот как ты думаешь, вот, футбол артистический, творческий, он как-то с профессиональным футболом должен идти в одной струе, или он должен как-то иначе развиваться? Вот, допустим, отдельное соревнование, пускай, ну, не только на внутрироссийском, но и международном уровне. Вот мы хотим отдельный турнир кинопроекта, мы хотим второй кинопроект, куда тоже тебя приглашаем, приглашаем твоих подруг по команде, мы приглашаем всех. Вот расскажи немножко, буквально два-три слова, чтобы ты об этом думала. Переговоры идут на уровне РФС, на РФС сейчас идет разговор, чтобы выработать отдельный концептуоз для женского творческого футбола, потому что женщины, прежде всего, прекрасны, они, прежде всего, носительницы эстетики. Эстетики, да, вот именно. Но, с другой стороны, я говорю, что многие думают, что это, скорее всего, шоу, либо какие-то, ну, нетрадиционные ориентации, бегают девчонки, да. Нет, на самом деле футбол, это, ну, действительно, это серьезная, да, там, игра, но в правилах это не регби, где тебе там зубы выбивают, либо защита тебе там серьезная нужна. Это действительно нужно аккуратно играть. Прежде всего, мы женщины, и мы понимаем то, что сегодня этот матч вообще не последний матч нашей жизни, потом мы дальше матери, вот, потому что у нас же ведь в лиге есть и супермамс, да, там, девочки, это где многодетные мамы, то есть каждый из участниц этой команды имеет минимум троих детей. То есть, получается, если она сейчас ломает на игре ногу, она потом домой, как она будет двигаться? То есть, у нас действительно, у нас аккуратный футбол, это эстетика, это, прежде всего, ну, как бы, разум присутствует. То есть, мы не махаемся там, мы не как балерины, но и не играем серьезно, как мужчины, как в большом футболе. Большое тебе спасибо. Главное сказано. Да. А ради неглавного мы сюда и не шли. Мы сюда и не шли. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Оп, попа. Вся жизнь впереди, надеемся и ждем, не надо печалиться. Верка Возина зовут меня. Я участница проекта. Россия с нами не пропадет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова